Сегодняшнюю лекцию прочтет мой старый друг и замечательный датский архитектор Хели Юл. Хели здесь вместе со своим партнером и мужем Флемингом Фростом. Она является партнером и руководителем компании Юл и Фрост. У Хели замечательная профессиональная биография, большой опыт как практической работы, так и преподавания в разных школах, не только в Дании, но и в других странах, в частности в институте Пратт, в Мельбурне, в Австралии и в других известных международных школах. Она является членом Европейского культурного парламента и это нас объединяет с ней. Вот я очень благодарен и компании Вилюкс, хочу сразу поблагодарить компанию Вилюкс и датское посольство и естественно наших гостей, всех которые были у нас в течение последнего месяца. И хочу предоставить слово Хелию. Welcome. Thank you. Марину хочу поблагодарить из Вилюкс, которая общалась со мной в последние три месяца. Большое ей спасибо. Постоянно в таком режиме общалась, чтобы все прошло нормально. У меня будет презентация минут на 40-45. презентация, которая касается света. Я, в принципе, должна расстроить тех из вас, которые думают, что я буду говорить о свете как таковом. Я урбанист и я мало знаю о свете. Мне кажется, я давно хорошо изучила качество жилых помещений и пространств, которые мы планируем как архитекторы. И присутствие там света, доминного света – очень важный фактор. Поэтому свет для меня в этой профессии, который я представляю, это инструмент. Инструмент, который помогает нам работать. Я хочу рассказать на слов о нашей компании, Юл Фрост Архитектор, наша философия, наши методы, которые мы используем в нашей работе и какими глубоко проникаемся. Поговорю также о планировании и переменах, потому что это то, с чем нам приходится часто сталкиваться, нам, урбанистам. Потому что социальная, демографическая ситуация меняется, экономическая ситуация меняется. Меняется то, как мы с вами смотрим в будущее. И в одном французском романе пишут о том, как лучше заглянуть в будущее. Нельзя заглянуть в будущее, но мы можем описать будущее, расписать различные сценарии развития будущего, выработать будущие условия нашего проживания, нашей работы. Поэтому для этого мы используем много концепций в будущем для того, чтобы справиться с теми задачами, которые будущее нам открывает. Нас переводят. Если я буду говорить слишком быстро, вы мне кивните, пожалуйста, вы будете медленны, чтобы все было нормально. Я не из Копенгагена, но у нас есть офис в Копенгагене и в Майме. Это город-близнец, как Копенгаген. В Копенгагене проживает целых двадцатых миллионов человек. И всего лишь небольшой кусочек Москвы по количеству жителей. Фантастически прекрасный город, который был номинирован на статус лучшего города для проживания в тринадцатом и четырнадцатом году. В аэропорту нас что встречает? Надпись, что мы самая счастливая нация в мире. Я считаю, что это очень важно, очень важно эту наивность, которая в этом счастье выражена, подчеркнуть. Копенгаген, очень густо населенный город в любом случае, плотно упакованный. И он упакован в виде такой вот ладони. Здесь такая лапа, а потом идут такие зеленые пальцы и выдаются они в пригороде, как ладонь. Проактивное планирование, хорошая тема, которая подходит для описания Копенгагена. В нашей компании работают 37-38 архитекторов. У нас небольшой офис и у нас есть свой собственный почтовый даже ящик и мейл, выделенный нам адрес. Мы работаем тремя подразделениями. Хаус и хаусинг, сити-спейс, лэндскейп и коммуникации. И для нас очень важно сочетать эти вещи, потому что мы большинство времени уделяем коммуникации. таким образом это помогает нам синхронизировать нашу работу. У нас есть несколько проектов по постройке домов, самых различных проектов, самых различных стран и в Дании, и в Швеции тоже. Вот эти проекты это вот, например, из Мальме. И в Мальме у нас дома строятся. Такого плана. Это в Швеции уже. строим кампусы, планируем правильные кампусы, безопасные. Пишем книги на тему постройки университетских кампусов. И вот это вот, кстати, пригороды Купенгаген, о которых я вам еще расскажу. В плане коммуникации написаны книги. В 2007 года они выходили по 2009 год. Там пишется как раз о том, как планируется территорию кампуса. Университеты рассматриваются как сейчас экономический драйвер, движущая сила общества. И Буэнс Рум — это исследование, трехлетное исследование междисциплинарной команды, которое было предпринято, где была возможность перечитать серию теорий, эванистических теорий, теории философов, социологов на тему того, как воссоздать симбиоз этих теорий, слияние этих теорий. То есть, иными словами, сделать города более безопасными в будущем и научить муниципальные власти использовать новые типы стратегий, новые теории. И делать так, чтобы не было конкуренции, не было сотрудничество. Может быть, вы не знаете, где располагается Копенгаген, но он располагается здесь. Лонд, Мальме. Также мы работаем и в этих городах. Здесь Стокгольм. И в Норвегии работаем. В городе Ставангер, Тванхайм и немножко в Осло. Это Скандинавия и есть. Наше поле битвы, как мы говорим. Потому что мы понимаем язык друг друга, понимаем культуру друг друга. Нам просто осуществлять навигацию именно в скандинавских странах. Знания — это органистический драйвер, движущая сила развития городов. Знания, которые мы несем в своем сознании, которые могут изменить все общество. В Берлине есть такой антипамятник. В 1933 году были сожжены 20 000 еврейских книг на этом месте в Берлине. И та ситуация, которая испытывалась в те времена, тоже стала частью общества. Это знание распространилось в обществе. Поэтому я считаю, что та роль, которая нам предстоит в будущем — это роль носителей знаний. Университеты должны более серьезно сотрудничать друг с другом в будущем и являть собой проповедников единой страты. У нас есть проекты, общественные проекты, где мы пытаемся решить вопрос планирования в изменяющихся условиях. Изменения — это постоянное условие. То, как мы используем проживание в городе, урбанистическая жизнь, жизнь в городе постоянно меняется. Само время, которое мы тратим сейчас на эту жизнь, оно тратится по-другому, нежели 20 лет назад. Потому что мы сейчас гораздо более критично рассматриваем различные вещи. И качество общественных мест нами воспринимается более критично и придирчиво. В таких условиях мы должны даже изучать поведение городское, отдельно в университете, на отдельном факультете. Потому что поведение людей постоянно меняется. Люди все время меняют свой настрой и поведение в изменившихся городских условиях. Поэтому нам стоит уделять внимание работе с креативным классом. Потому что сейчас креативный класс набирает критическую массу. Мы критично должны относиться к нашим действиям и создавать планирование, основанное на получении выгоды и пользы. Мы называем это по-английски. Таким образом, мы должны создавать обществу пользу, приносить пользу нашими решениями. Я исхожу от положений индустриального общества, потому что там имелся определенный ход поведения. Люди работали особым образом, создавали, развивали производство. Общество, основанное на знаниях, на функциях. Но давайте посмотрим на потенциал общества, которое основано на ценностях. Если мы к нему стремимся, то это требует иного планирования. Самое важное здесь управлять изменениями. Раньше это делалось очень рационально, предопределенным был результат. И в будущем наше поведение будет оказывать очень большое влияние на ситуацию. Поведение постоянно меняет наше отношение к будущему. И не важно, где вы расположены, где вы живете, если вы живете в странах Европы. Наша философия использует более общий подход, глобальный подход в работе в городских условиях, где мы соединяем зеленые зоны, рассматриваем их более глобально, городские пространства, и также как привлечь людей в различные зоны города, различные сегменты различных людей, которые в городе проживают, работают, являются активными участниками, и как занять улицы и так далее. Для того, чтобы эти люди вместо того, чтобы в этих условиях кататься на велосипедах, катались на лыжах, как преподать им эту среду правильно. Потому что в Копенгаге не очень популярны велосипеды, а вот мы хотим их на лыжи поставить. И сделать так, чтобы люди правильно использовали общественные пространства, городские пространства в будущем. При планировании того или иного места мы должны рассматривать это в городском контексте. Здесь нас интересует Европа больше всего. Интересно вот что. Интересно поучиться, потому что, если, например, рассмотреть Барселону, Тронхайм или Манчестер, эти города каждые четыре года преображаются. Барселона привлекательна, потому что каждые четыре года в ней появляется что-то новое. Планируются общественные места, привлекательные площадки, которые привлекают людей. Здесь требуется хорошее видение будущего и правильной стратегии. Всякий раз мы должны давать отчет тому, что происходит, и не повторяться. Не повторять, например, то, что было уже сделано в других городах, но и дополнять друг друга, чтобы соблюдался оптимальный баланс, чтобы было интересно в связи с этим ездить в самые разные места. И тут проект Learning from Public Space, или, например, Катализатор изменений, как мы его называем еще. Наш проект. Мы перечитали труды этих философов, теоретиков Семила, Линча, Сената, Эко и так далее. Все они стоят того, чтобы их перечитать и пересмотреть их знания в новых стратегиях, в новых условиях. Они очень интересны, интересны для нас, потому что их знания помогают нам переосмыслить все. Их подход и создать на этой основе нечто новое, протестировать это новое и дальше пользоваться. Они дали нам ряд новых соображений, ряд новых мыслей, которые мы можем использовать. Эту книжку, кстати, можно загрузить с нашего сайта в электронном виде. Она не на русском языке, но на английском. Возможно, какой-то издатель в России заинтересуется этой книгой и переведет ее на русский и сдаст ее здесь. «Learning from campus». Это часть, которая касается... Следующего. Я хочу подчеркнуть, что знания, место, где создаются знания, это университет и университетский кампус. Они играют особую роль в создании знания. Мы опубликовали работу в 2009 году, которая получила название «From the Academic Village to the Urban University Hub». Возник вопрос, как мы можем сделать так, чтобы университетские кампусы были использованы максимально рационально и правильно. Раньше кампус рассматривался как поселение для студентов, закрытое от прочего города, отделенное. Но давайте превратим его в нормальный городской университетский хаб, который мог бы осуществлять обмен знаниями с обществом, архитектурными решениями, пространственными решениями с помощью социального программирования и так далее. Вот такими методами. Мы работаем, используя особые методы. Функциональные потребности – это то, что многие университеты сейчас разрабатывают. Они корректируют потребности нынешней ситуации. Если использовать более глобальный подход, то мы видим, что есть социальные потребности. Например, пространство, где можно общаться и учиться. Они должны играть функциональную роль, социальную роль и роль обучающую. Мы, архитекторы, знаем, что научно доказано, что слушая такого рода лекции, просто сидя и слушая лектора, ты ничему практически не учишься. Ты учишься лучше и качественно и в других условиях, о которых я только что сказал. Поэтому наша эффективность обучения всегда привязана к среде, где это обучение осуществляется, к урбанистическому контексту. Мы работаем с Массачусетским университетом в городе Бостон, с знаменитым MIT. У них есть особый сайт, где, имею в виду, выделяются ими средства для тех компаний, которые хотят с ними сотрудничать. Есть университеты с высоким рейтингом. Помимо этого высокого рейтинга, они также обладают некоторыми другими важными качествами. Вопрос, который возникает в будущем. Оксфорд – настоящий микс физических и социальных потребностей адресуется здесь. В Принстоне это практически город. После 19 века, особенно в 20 веке, после 1945 года, университеты начали расти и развиваться в городах. И потребовался новый подход к созданию этого разнообразия, который помог бы университетам качественно конкурировать друг с другом. Кампус будущего испытывает потребность в сотрудничестве с городом. Что кампус и что город могут дать друг другу? Как университет и университетский кампус сделаются заметным, присутствующим в городе, и как город сделаются заметным и присутствующим в университете. Проходили дискуссии о гибридном программировании. Наши исследования гибридного программирования подразумевают использование пространства для различных функций в течение дня. Пространство может решать различные функции. Например, вот такое помещение. Буфет, переговоры, учеба, кафе — все в одном месте. Нужно продумать, как можно изменить использование пространства в течение дня, чтобы, как в городе, люди могли повстречаться друг с другом в нормальной социальной ситуации, что создает динамику, что создает возможность для развития общения. И чем привлекательнее для этого места, тем лучше. Возникает вопрос, как адресовать все эти потребности с одной стороны, и с другой стороны ответить на вопрос, как построить кампус как площадку для обучения. Во многих европейских городах ставится именно такая задача, что создать новые кампусы, кампус 2.0, так называемый, новую обновленную версию университетского городка. Как использовать эти инструменты, эти способы в наших проектах? Форус-бизнес-парк — хороший пример. Большой бизнес-парк, который является 6,45 квадратных километров площади. Этот кластер находится недалеко от города Ставангер, в Норвегии. Этот проект мы начали реализовывать два года назад. Мы с тех пор этим и занимаемся. Что они попросили, обращаясь к нам? Попросили нас заглянуть в будущее и проактивно спланировать территорию, которая будет развиваться. И вместо 40 тысяч сотрудников через 10 лет там будут работать 60 тысяч через несколько лет. Они постоянно развивают свою работу, невзирая на снижающиеся цены на нефть. То, что я вам сейчас показываю, зеленые эти линии — это общественные зоны, открытые и доступные всем гражданам. Очень демократические пространственные условия предоставляются населению. Работа с ландшафтом подразумевает также хороший доступ к морскому побережью, что очень важно. Форус выглядит следующим образом сейчас. Здание, пространство парковки. Наша идея заключается в том, чтобы в будущем сделать так, чтобы вся территория была привлекательной для инвесторов, частных компаний, муниципальных компаний и прочих, кто захотел бы там работать и вложить деньги. Форус — конкурент многим другим компаниям. Они отвечают за разработку нефтяных месторождений. Они хотят сделать себя максимально конкурентоспособными в будущем. С группой людей мы обсуждали эти решения в проекте Форус с заинтересованными лицами, так называемыми стейкфолдерами. Они захотели создать свой урбанистический проект. Десятиминутный город, так называемый. Надежный, ориентированный на будущее и «зеленый». Эти четыре параметра потом были максимально специфированы. Мы используем наш метод добавленной стоимости. Довольно сложно в таких условиях заниматься планированием. Для этого мы создали особый алфавит, чтобы мы четко представляли, с какими стейкхолдерами нам придется общаться по поводу того или иного участка. Там три муниципальных компаний, поэтому очень важно помнить о том, кто владеет тем или иным участком земли. здесь есть доступ к воде. Вот здесь располагается город Ставангер. Здесь располагается аэропорт. Сейчас эти зеленые структуры будут реализованы. Раньше заявлялось, что эта территория ужасная, но в ней кроется максимально высокий потенциал по озеленению. Спустя три года обсуждений поменялось отношение людей к решению данной проблемы. Это новый вокзал. Здесь также открываются различные хабы, бизнес-хабы и оздоровительные хабы, которые будут постоянно обновляться. И они будут соответствовать по своим параметрам тем активностям, которые будут там происходить. Легкая железная дорога будет вписана в эту концепцию зеленых структур. Компания Statoil, которая там всем этим и занимается, нефтодобывающая компания, имеет штаб-квартиру, головной офис. Там уже построен канал и к нему мы обеспечим дополнительные подъездные пути и доступ. И новое здание мы построим. Это основа для правильной конкуренции, чтобы здесь плотность компоновки помогла нашим строителям расположить эти здания правильно. Там также есть парковки, которые также нужно принять во внимание. То есть есть очень много земли, на которой можно построить новое здание, не разрушая никакие из существующих. Это форус-канал. Легкая железная дорога. Это монофункциональное место, как в университете. Но наша задача заключается в осуществлении гораздо большего социального разнообразия в таких местах, чтобы там были офисы, дома и магазины. Дантисты и прочие-прочие сервисы. То есть получается, что мы от одной функции переходим к новым другим функциям. Таково наше видение. В Швеции тоже есть проект, где мы выиграли конкурс в 2009 году. Мы выиграли конкурс по работе с кампусом, по созданию нового бизнес-квартала и городских постройках. Университеты, кампусы изначально в 20 веке планировались отдельно от города, они не были вписаны в город как его часть. Этот университет располагается за 2-3 километра от города. Такой интровертный академичный поселочек. Конкурс заключался в том, что построить вот здесь, на этом муниципальном участке. Здесь располагался ректор этого университета, который был самой главной движущей силой этого проекта. Вот конкурсный проект, здание, бизнес-башня. Таким образом, можно на этом участке перед университетом создать такой урбанистический фрагмент, который сделает университет заметным из города. Так, чтобы вы знали, что вы приезжаете сразу же в университет. И это создаст новый имидж, создать новую марку этому университету. Это большой кампус-плаза, кампус-площадь. Таким образом, создается это разнообразие, которое дает возможность реализовать это пространство в течение 24 часов в сутки, круглые сутки. Естественно, в течение планирования, в ходе планирования все менялось. Но мы, вот видите, имеем классический город. Это площадь, старый университет и бизнес-школа. Мауна Хелли.